На фабрике процессов СХК проходит обучение северские медики. Они создают бережливую поликлинику. Здесь практикуются студенты Северского промышленного колледжа. А теперь опыт эффективной организации производства перенимают томские промышленники, пищевики и IT-компании. Наиболее полезной была практика вчерашняя, которая была фабрикой процессов, игра. Как раз процесс производственного цикла, там была сборка клапана. Для нас как нельзя актуально наладить производственный процесс для сокращения издержек и выполнять сроку соответствующего. Озвучили, что это программа, сокращение издержек федеральная. Сейчас вопрос стоит у нас, либо попадать в ту программу, либо, как вариант, с СХК поговорить о коммерческом обучении, возможно, каком-то наших специалистов. Именно эксперты Росатома возглавили Федеральный центр компетенции в сфере производительности труда. Команды специалистов по улучшениям уже работают на десятках предприятий пилотных регионов страны. Томская область тоже готовится войти в национальный проект. Наш СХК является лидером этого внедрения производственных систем. И поэтому мы собрали группу заинтересованных предприятий Томской области, привезли их сюда, чтобы изучить этот опыт. И для нас, конечно, всё новое, всё очень бурное обсуждение, очень много вопросов. Специалисты из «Микрана» и «Элисе», «Сипкабеля», «Монатомия» и «Томскнефтехима», «ТДСК» и «Межениновской птицефабрики» побывали на радиохимическом заводе. Это было погружение в практику внедрения инструментов бережливости на конкретных примерах. Рассказ о том, как решались проблемы, с которыми пришлось столкнуться за пять лет. О том, как сокращение времени протекания производственных процессов на 30-40% помогло комбинату выполнить важные отраслевые программы. Произошла концентрация всей конверсионной программы нашей отрасли на Сибирском химическом комбинате. Общий синергический эффект, который получил не комбинат, а топливная компания в цену, в целом это порядка 4,5 миллиардов рублей по сокращению НЗП. Большой эффект мы получаем от подачи предложений по улучшению. Это порядка 110 миллионов рублей в год. Вот макет сублиматного завода, он у нас используется в двух ипостаси. Первое – это для обучения персонала, а второе – это мы уже непосредственно с технологическим персоналом сами проигрываем ситуации, моделируем, как будет работать наша тянущая система непосредственно уже в производстве. Двигая фишки по технологической схеме, как полководцы по карте, начальники смен, инженеры, технологи принимают важные управленческие решения. Если мы здесь произведем четыре емкости, здесь мы заберем только двери, поэтому получается дебаланс. Для этого мы создали непосредственно страховой запас. Так создаются оптимальные модели ритмичного, сбалансированного производства, которые работают без простоев, лишних перемещений и ненужных запасов. Мы видим отклонения. Можно это все смоделировать и методом мозгового штурма все-таки подобрать и внести те корректировки в регламенты, которые позволят в дальнейшем избежать возникновения подобных ситуаций. И это понимание приходит, когда, например, инженер-технолог, он видит не только свою ситуацию здесь, на том участке, за который он отвечает, он управляет, а он понимает, как это завязано в целом. Участники семинара оценили эффективность подобного моделирования и многих других наработок, уже внедренных на СХК. Инфоцентры, да, где, собственно, руководители подразделений разбирают свои производства, собственно, по пяти направлениям. Вроде как, это классика, которую применяют многие предприятия по всему миру, но интересно, что здесь это получилось запустить на системной основе. Желающих побывать на семинаре было намного больше, чем позволили рамки этого семинара. Поэтому в планах администрации Томской области продолжить подобное обучение, тиражировать опыт СХК.